Этого человека зовут Джакома Тотци. Он хозяин магазина антикварных ювелирных изделий на знаменитом древнем мосту Понте-Веккио, где уже шесть веков торгуют ювелирами. Великолепный знаток истории искусств, эксперт, владелец уникальной коллекции миниатюр. Дорогой сеньор Тотци, у вас такое интересное дело и так мало свободного времени. Почему вы тратите его на мизерикордию? Что движет вами? Желание помочь ближнему – это в то же время желание сделать добро самому себе. Когда я помогаю страждущему ближнему, во мне самом что-то зарождается. В ближнем я вижу Христа, и помогая страждущему, я думаю, что тем самым я помогаю самому Христу. Все это вовсе не потому, что я являюсь членом общества милосердия. Я думаю, что в каждом из нас есть какой-то внутренний инстинкт. Нас ведь никто не обязывает делать что-либо. Надо самому чувствовать внутри себя ту силу, которая будет подталкивать к мысли о необходимости быть полезным другим, ближним своим. И Джакамо показал нам бюст своего духовного отца, который много лет назад подвигнул его на милосердное служение людям. Я познакомился с Падре, и это стало большим душевным потрясением для меня. Я как будто бы приблизился к Богу, Христу и Мадонне, голоса которых слышал Падре. Я точно знаю, что он помогает нам с неба, где он сейчас находится. Так что же, стало быть, в основе общества милосердия, вера, религия, но только ли религия? Чтобы разобраться в истоках, совершим небольшое путешествие в историю. Все начиналось здесь, на берегах реки Арне, в городе, которому уже более двух тысяч лет. В городе, который называют самым итальянским, символом эпохи Возрождения. Здесь жили и творили Микеланджело и Леонардо да Винчи, Данте и Боккаччо, Брунеллесский и Челлини. Да, это произошло во Флоренции в 1244 году. И хотя инициаторами, создателями общества, Святой Марии и Милосердии были монахи-доминиканцы, с самого начала это братство сформировалось как свободная ассоциация граждан всех сословий. В 1973 году я был избран начальником гвардии общества Мизерикордия. У меня были различные должности в этом обществе, в частности, несколько лет я был архивариусом. Это текст Устава 1490 года, наиболее древний из дошедших до нас. Уже тогда было предписано, и это сохраняется до сих пор, что во главе общества братьев по милосердию должна состоять группа собратьев из 72 человек, разделенных на 4 социальных класса, 10 прилатов, 14 представителей знатных семей, 20 священников и 28 гражданских лиц. В те времена, когда составлялся этот указ, в средневековой Флоренции, чтобы иметь возможность участвовать в общественной жизни, нужно было принадлежать какому-либо цеху, какому-либо ремеслу. Поэтому эти 28 членов руководства назывались мастерами. Еще их называли фартуками, потому что для большинства ремесел во время работы необходимо было носить фартук. Надо сказать, что создание братства Мизерикордии совпало со временем наибольшего расцвета Флоренции как политического и культурного центра. Однако непосредственным поводом к этому стала беда. По призыву святого Петра Мученика из Ордена Доминиканцев, добровольцы впервые собрались в страшный для города год эпидемии чумы. Число умерших было так велико, что только эти добровольные похоронные команды в черных одеждах смогли очистить город. И с тех пор эта печальная работа стала одной из постоянных обязанностей, какие взвалил на свои плечи братство Мизерикордии. Эти старинные рисунки из музея Мизерикордии прямо иллюстрируют главные обязанности братьев, как они были избраны в самом начале пути. «Похоронить умерших, навестить осужденных преступников, одеть ногих, напоить жаждущих, накормить голодных, навестить больных, приютить странствующих». Это была великая эпоха. Она дала великих святых и главным образом во Флоренции. Я был в монастыре Сен-Марко, где святой доминиканец Пьер Мартин основал орден милосердия. Сначала этот орден действовал во Флоренции, но движение быстро распространилось. Этот орден конкретными делами помогал людям, и еще важно сказать, что во все времена церковь умела оставаться нужной людям. Действительно, список дел непрерывно расширялся, особенно в 20 веке. Тут уже не просто транспортировка больных, но организация работы и руководство специальными видами врачебной помощи, группами доноров крови и органов, консультации по проблемам семьи и целая система помощи детям, телефонная служба «Голос друга» и организация, обучение, поддержание в постоянной боевой готовности, отрядов гражданской защиты и помощи в случае стихийных бедствий. Неизменными во всех этих делах вот уже много веков остаются принципы никаких вознаграждений, кроме стакана воды и форма организации братства, где каждое общество в селе или городе независимо живет и действует, общаясь с другими по законам конфедерации, но внутри устроено все так же, как и столетия назад, с прилатами, с костюмами, выборами. Это необычайно мудрая, хорошо продуманная организация, в которой демократизм выборов соединяется с иерархической дисциплиной, а добровольность участия с неукоснительным исполнением правил. В сущности, речь идет о кодексе чести, о преданности идеалам, о все эти высокие посты, ничего не дающие их обладателям, кроме увеличения хлопот, воспринимается как знаки высочайшего поощрения за верное и многолетнее служение братству.